Очередная трагедия с массовым расстрелом в США. На этот раз происшествие сковало американскую столицу. Психически неуравновешенный бывший морпех расстрелял служащих военно-морской базы буквально в нескольких километрах от Белого дома. И снова в обществе задаются знакомые уже до боли вопросы. Почему ненормальный человек буквально за неделю до совершения преступления смог свободно купить мощное оружие? И как этого не допустить впредь? К дебатам об оружии прислушался Александр Панов. В понедельник Вашингтон пережил шок. Стрельба на военном объекте всего в пяти километрах от Белого дома. Перекрыты улицы. На время закрыт Сенат и остановлены вылеты в аэропорту имени Рейгана. Сотни журналистов, пресс-конференции главы столичной полиции, мэра города. Долгие часы поисков сообщников вашингтонского стрелка, убившего 12 человек и застреленного полицией. Худшие опасения не подтвердились. Это не заговор террористов. Но вот только легче ли стало от этого? Вашингтонское судоверь было вновь открыто в четверг. 3000 человек вернулись на свои рабочие места. По-прежнему закрыто лишь здание 197. Там продолжают работу следователи. Агенты ФБР ищут улики. Любые свидетельства, мелочи, зацепки должны помочь правоохранителям понять мотивы действий Аарона Алексиса. 34-летний афроамериканец по профессии электрик, бывший резервист ВМС США. Алексис недавно устроился работать на вашингтонскую верфь. Он один из тех, кого наняли в компании, получивший крупный подряд на замену компьютерных сетей. Верь заложена еще в 1799 году. А ныне здесь расположена штаб-квартира пяти различных командных управлений Американского военного флота. Здесь же морской военно-исторический музей. Сотрудники Адмиралтейства до сих пор находятся в состоянии стресса и неохотно говорят на телекамеру. Очень трудно и тяжело. Все кажется нереальным. Но мы стараемся держаться изо всех сил. У меня просто нет слов. Нет слов. Как вы считаете, законы о личном огнестрельном оружии надо теперь ужесточить? Да, я согласна. Полуавтоматические ружья вообще не должны попадать в руки гражданских лиц. Вокруг этого дела в Вашингтоне разгорается сразу несколько скандалов. Во-первых, Арону, Алексису и Эдварду Сноудену допуск к тайным сведениям, составляющим государственную тайну, выдала одна и та же частная фирма – USIS. Эта компания, базирующаяся под Вашингтоном в штате Вирджиния, была нанята правительством США. USIS проверяла и Алексиса и Сноудена, бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности, придавшего гласности данные о существовании масштабных программ электронной слежки американских спецслужб и получившего сейчас убежище в России. В личном деле Алексиса USIS не нашла ничего предусудительного, хотя там имеется шесть страниц полицейских докладных записок. Два инцидента связаны с применением огнестрельного оружия. В 2004 году в Сиэтле он прострелил шины автомобиля. В 2010 в Техасе Алексис выстрелил в потолок своей квартиры. Соседка, вызвавшая полицию, считает, что он сделал это сознательно, его раздражал шум. Тогда Аарон заявил полиции, что он подскользнулся, когда чистил оружие. Его отец утверждает, что сын страдал от посттравматического синдрома, полученного на развалинах Всемирного торгового центра. Там Алексис работал волонтером. Вашингтонский стрелок страдал паранойей и бессонницей. Шесть недель назад Алексис звонил в полицию Рудайленда, это зафиксировано, и жаловался, что он слышит голоса в собственной голове. И тем не менее, Алексис получил работу на военном объекте, второй уровень секретного допуска и свободно купил оружие в магазине на севере штата Вирджиния. На найденном ружье спилены часть ствола и приклада. На оружии нацарапаны две надписи «Лучше уйти так» и «Мое эльфийское оружие». Один из друзей Алексиса из Техаса, где он проживал в городе Форт-Уорт, вспоминает, что тот был очень рассержен на то, что правительство не заплатило ему обещанных денег. Цитата. Что-то связанное с командировкой в Японию. Знакомые говорят, в Форт-Уорте Алексис посещал буддийский храм, много медитировал, изучал тайский язык, учился по интернету на бакалавра аэронавтики. Еще один скандал связан тем, что в схватку с убийцей вступили офицеры парковой службы и столичной полиции. Нейтрализовал его, можно сказать, новичок, не имеющий никакого военного опыта. А прибывшая на место подразделение полицейского спецназа, тактическая группа с тяжелой защитной амуницией, вооруженная штурмовыми винтовками, а главное, специально обученная сражаться с террористами, была отозвана командованием в тот самый момент, когда стрельба была в разгаре. По этому факту открыто независимое расследование, итоги которого должны быть обнародованы 21 октября. И еще один показательный факт. После четырех лет службы резервистам ВМС, Алексиса отправили в вынужденную отставку за неоднократные нарушения дисциплины, но с помощью апелляции он добился изменения формулировки. Так он устроился на государственные курсы переквалификации для бывших военных. После бойни в Вирджитском политехе, стрельбы в кинотеатре в штате Колорадо, массового расстрела детей и учителей в начальной школе Сэнди Хук в Ньютауне, Америка вновь столкнулась со случаем бесконтрольного применения огнестрельного оружия стрелком с явными психическими проблемами. В четверг на Капитолийском холме прошел митинг, где собравшиеся законодатели, правозащитники и родственники убитых зачитывали имена погибших и задавали один и тот же вопрос, когда законы о личном оружии будут, наконец, ужесточены. Недавняя попытка Белого дома и части конгрессменов вести хотя бы более жесткую проверку тех, кто покупает личное огнестрельное оружие, провалилась в Конгрессе из-за сопротивления могущественного оружейного лобби. Александр Панов, Дмитрий Шахов, РТВИА Вашингтон. Специально для...